И мы возвращаемся в Центр Избирком, где продолжает работать наша съемочная группа. С нами на прямой связи моя коллега Мадина Алданова. Мадина, добрый день. Вам слово. Спасибо, Алмаз. Сейчас здесь один за другим выступают международные наблюдатели. Своё мнение по поводу голосования уже выразил Рашид Бекбасаров. Это член Центра Избиркома Кыргызстана. Он побывал уже на нескольких участках. Мнение у него, кстати, положительное. Он даже похвалил памятки и другие документы, которые выдают наблюдателям. Кстати, побывал сегодня он и в столичном университете. И вот, что он там увидел. На Законском университете, то где-то за 50 минут, с небольшим, там уже проголосовало человек 400. Очень активно участвуют избиратели. И поэтому мы, как всегда, мы уже не первый раз представляем это видеомеждународное наблюдение в качестве в Казахстане за выборами. И выборы проходят в штатном режиме. Как всегда, все участки готовы. Впрочем, сегодня свое мнение выразил также и Арнис Циндарс. Это председатель Центральной избирательной комиссии Латвийской Республики. Он сегодня на ногах с самого утра и побывал на открытии одного избирательного участка. Затем посетил еще несколько. И вот, что он по этому поводу думает. Мне обрадовало то, что количество участков в Астане, как в городе, который быстро развивается, соответственно вырос. И что участки готовы к приему избирателей. Данные, которые на сегодня, на сейчас я имею, что по участию, по активности, на мой взгляд, вполне обнадеживающие. Я надеюсь, что погодные условия также будут способствовать. Впрочем, Арнис Циндарс в Казахстане уже не впервые. Он побывал здесь пять или шесть раз. Сам он точно не помнит. В разговорах говорил о том, что количество посещений в Казахстан определяет по гостиницам, в которых останавливался. Отмечал, что Астана становится все краше, а уровень сервиса все лучше. Насчет выборов он говорил, что все, что необходимо со стороны избирательных комиссий, уже сделано. И теперь все зависит от избирателей. Я напомню, что пока, по информации Центра избиркома, проголосовал около 40% от общего количества избирателей. Впрочем, выборы уже будут считаться стоявшимися при любом раскладе и от явки не зависят. На этом у меня все. Студия. Мадина, спасибо. Я напомню, это была моя коллега Мадина Алданова. Она сейчас находится в Центре избиркома.